Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает встречу с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Ну, сегодня, как я понял, мы начнем говорить сначала об американских событиях, о том, что происходит в Америке, в частности, о Демократической партии, о том, как и почему Байден сравнил сенаторов с Геббельсом. Да, Сергей, да. Но прежде, с вашего позволения, хотел бы сказать буквально пару слов о Шелдоне Эдельсоне, замечательном американце, который, к сожалению, скончался на этой неделе и сегодня был похоронен на Маслечной горе, по-моему, если не ошибаюсь, в Иерусалиме. Шелдон Эдельсон считался в свое время самым богатым евреем на планете и он действительно жертвовал очень много денег на разные хорошие и правильные вещи и в Америке, и в Израиле. В частности, насколько я знаю, он был достаточно крупным донором Трампа, но в Израиле мы запомним его не только как человека, который очень много помогал Израилю, был большим другом Израиля и спонсировал огромное количество проектов, как в первую очередь как человека, который, по сути дела, оплатил своими деньгами свободу слова в Израиле. И это действительно настолько великое дело, что оно заслуживает нескольких слов. Несколько лет назад Шелдон Эдельсон открыл в Израиле газету. Это была газета, на тот момент единственная газета в стране, которая шла вразрез с левым нарративом. Газета «Израиль о Йом», «Израиль сегодня», которую стали бесплатно раздавать на разных перекрёстках, на остановках железнодорожных. И по большому счёту именно эта газета сумела переломить ход истории. То есть люди в Израиле хотели знать правду, хотели знать, что на самом деле происходит, не через призму левых средств массовой информации. У них не было такой возможности. Это случилось ещё до того, как интернет оттеснил газеты бумажные. Сегодня, к слову, есть и сайт «Израиль о Йом», и бумажная газета «Израиль о Йом». Эта газета стала очень быстро самой популярной в Израиле. И это показывает, насколько израильтянам нужна была такая газета, которая бы говорила им правду, а не не слабый левый нарратив. И эту газету несколько раз пытались закрыть. В какой-то момент даже пытались провести закон Тенессити, запрещающий эту газету. И, к сожалению, именно тогда Беннет и Шакет впервые удивили неприятно меня, потому что они были среди тех депутатов, которые требовали закрытия этой газеты. На тот момент единственной правого источника информации в стране. С тех пор прошли годы. И, собственно, сегодня «Израиль о Йом» уже даже не воспринимается как правая газета. Это просто одна из центристских газет, скорее правая, чем левая. Но, в общем-то, на фоне появилось достаточно большое количество разных других информативных источников. И, в общем, Израиль перестал быть страной, где весь дискурс изначально, вся повестка дня была, строилась только левый. И, безусловно, человек, который положил этому начало, вместе с Натаньяо, который пробивал это всё, но человек, который своими деньгами, ну, как-то подсчитывали, я не знаю, сколько стоила ему эта газета, но как-то мы пытались оценить расходы по содержанию ежедневной газеты в такой стране, как Израиль, и получались огромнейшие суммы, миллионы, которые человек просто выкладывал из своего кармана. И, конечно же, его смерть, он был уже человек в возрасте, и, тем не менее, всё равно очень жалко, потому что многие доживают и до более преклонного возраста. Ему даже не было 90, Шелдона и Эдерсона. Конечно, это ужасно, что на фоне того, что произошло сейчас в Америке, и в тех грозных событиях, которые ожидают и Америку, и Израиль, такой великий гражданин американского народа и великий друг Израиля и сын еврейского народа, он ушёл. У нас, говорят, будет благословенна память. Вот. Ну и да, я хотел сегодня поговорить с вами о фразе, брошенной Джо Байденом, когда он уподобил сенаторов Теда Круза из штата Техаса, Джоша Хоули, Хоули, да, вы так называете, говорите? Да. Называете его из штата Мэриленд, Йозефу Геббельсу, главному пропагандисту Адольфа Гитлера. Понимаете, в последние дни, начиная с этой свистопляски, с закрытием счетов Трампа, с штурмом Капитолия провокационным, с поджогом Рейхстага американского, с уничтожением Парлера полностью, произошло столько всего, что ты даже не успеваешь оглянуться, и как бы всё это наваливается. Но вот эта фраза, брошенная Джо Байденом, она очень характерна, и поэтому я хотел бы остановиться именно на ней и, как бы, рассматривая эту фразу и смысл, который был ей придан, в общем-то, оценить всю текущую сегодняшнюю ситуацию. Действительно, в ответ на вопрос о выступлении двух депутатов-республиканцев, Хоули и Круза, 8 января Байден заявил, «Мой друг напомнил мне, тут я цитирую его фразу, когда нам рассказывают о Геббельсе и великой лжи, вы повторяете ложь, продолжаете повторять ложь». И хотя приведённая Байденом аллегория, она не была сформулирована идеально, как бы не очень понятно, что он хотел сказать, всё-таки достаточно ясно, на что он намекал. Байден намекнул, что попытки законодателей, республиканцев оспорить голоса коллегий выборщиков из спорных штатов, по сути дела, являются попыткой нацистского толка. И вот, заявляя это, Байден сделал сразу очень много, очень серьёзных и очень знаковых вещей. Ну, во-первых, конечно же, он своей фразой обвелил варварские преступления Геббельса, уравнивая сенаторов-республиканцев, которые задавали вопросы по поводу недоумения, или оспаривали даже результаты выборов в нескольких штатах американских, уравнивая их с тем, что делал Геббельс, он обвеливает варварские преступления Геббельса, того самого Геббельса, который был главным архитектором, я напомню, тоталитаризм в нацистской Германии, и, по сути дела, одним из ведущих организаторов катастрофы еврейского народа. Джордж Орел в своём литературном предостережении о хрупкости свободы и привлекательности тоталитаризма в своём романе «1984» он и показал, что полный контроль над обществом может быть достигнут за счёт тотального контроля над доступной обществом информации. Именно это реализовал Геббельс в нацистской Германии. Будучи главным гитлеровским пропагандистом, Геббельс взял под свой контроль всю информацию. Именно он сделал так, что немцы увидели в Гитлере своего такого непогрешимого спасителя. Именно Геббельс убедил немцев воспринять евреев не как людей, а как паразитов, которых, подобно тараканам, просто необходимо истреблять. Именно он, Геббельс, заставил немцев поверить в то, что каждый немец, кто не согласен со всем этим, является врагом немецкого народа. И добился всего этого Геббельса, заблокировав публичный доступ к точной информации, завалив немцев пропагандистскими клише, всякими картинками, словами, которые повторяли и усиливали его чудовищную ложь. И успех Геббельса в этом контроле над информацией он ведь и стал необходимой предпосылкой для всего того, что произошло дальше, когда его товарищи затем обрушили весь ужас на евреев и вообще на все человечество в целом. Вот Байден своей фразой, как бы уравнивая одно с другим, он в первую очередь оббелил преступления Геббельса. То есть, по сути дела, выступил как отрицатель катастрофы. Второе, что сделал Байден с огнив Хоуле и Круза с Геббельсом, он оббелил чудовищные преступления нацистской Германии в целом. Ведь, в конце концов, если сомнения, в результатах выборов являются моральным эквивалентом большой лжи Геббельса. Выходит, что большая ложная деля не была уж такой страшной. Наконец, третье, что сделал Байден, сравнивая Хоуле и Круза с Геббельсом, он подверг этих двух сенаторов дегуманизации. Орл в своем романе назвал это расчеловечиванием, обезличиванием. В современном же языке для этого используют выражение «Культура запретов», «Канцел Кауча». Ведь совершенно ясно, что если Круз и Хоуле – это Геббельс, то все здравомыслящие люди, которые за все хорошее против всего плохого, просто обязаны заставить их замолчать, заткнуться, добиться их от стремления от влиятельных постов в Сенате и вообще в целом. И словно по команде, вскоре после того, как Байден сказал то, что он сказал, демократы Сената принялись обсуждать разные варианты наказания этих законодателей. А со своей стороны республиканцы в Сенате стали обдумывать возможность отказать этим двум сенаторам в комитетских назначениях. И теперь, по словам официальных лиц Сената, лидер большинства в Сенате МакКоннелл, Митч МакКоннелл из штата Кентукки, он склоняется к тому, чтобы лишить обоих этих сенаторов председательских должностей в подкомитетах, как бы тем самым исключив их из высшего партийного руководства республиканцев. За пределами Сената крупные корпоративные доноры уже объявили о прекращении любых политических взносов этим двум сенаторам, а также всем 149-ти федеральным законодателям, которые поддерживали попытки оскорить результаты выборов в ряде штатов. Так, например, Симон и Шустер аннулировали контракт на публикацию будущей книги Хоули. О чем? Это как просто какое-то издевательство над здравым смыслом, о тирании больших технологий. То есть сенатор Хоули написал книгу о том, как вот эти вот большие технологические платформы устанавливают тиранию в демократическом обществе. И теперь эта книга будет аннулирована издательством Саймона и Шустера. Но остается надеяться только, что найдутся другие издательства, которые позволят выпустить эту книгу. Опять же, интернет все-таки невозможно заблокировать все. Но сама позиция какова? Какой беспредельной наглостью и лицемерием обладают люди, которые сейчас затыкают арты этим двум сенатам? И это все подводит нас к тому, что в четвертых сделал Байден. Сравнив двух сенаторов с омерзительным гитлеровским пропагандистом. Независимо от того, поддерживаете вы это решение официально поднять вопрос о подсчете голосов коллегии выборщиков, или выступаете против него. Ведь бесспорный факт заключается в том, что действия Круза и Хоули, они же были абсолютно законными. И более того, они были широко поддержаны их избирателями. Опрос Расмонсена, опубликованный 6 января, кстати, показал, что 52% политически не аффилированных американцев были менее чем полностью уверены в достоверности результата выборов. То есть 52% политически не аффилированных американцев вовсе не уверены, что выборы были достоверны. Это после того, как затыкали рот Трампу и всем, кто пытался говорить, оспаривать эти результаты. И не только эти два сенатора, но и их коллеги в обоих палатах. Они ведь отмечали, отговорили, что и получили огромное количество писем от своих избирателей с требованием подвергнуть сомнению результаты выборов в соответствующих штатах. В Пенсильвании, в Мичигане, в Джорджии, Висконсине, Аризоне и Неваде. И Круз и Хоули, это очень важно, я повторю это снова и снова, Круз и Хоули не призывали к беспорядкам. Наоборот, они же пытались направить озабоченность избирателей по традиционному американскому пути через мирные конституционные обсуждения в Конгрессе. То есть, что может быть более законного и легитимного? Люди, огромное количество американцев, говорят, мы не верим, что эти выборы были законными. Что может быть правильнее, чем обсудить это? И если эти выборы были законные, давайте мы покажем, что они были законные. Если там были какие-то незаконные моменты, давайте их обсудим. Ведь именно так поступает в демократическом государстве. Это ведь не Белоруссия какая-нибудь, не Россия, которую всегда нам ставили пример, не Китай. Нам говорили, что там не бывает свободы. Там, если ты поднимаешь вопросы законности выборов, тебя стирают с карты, тебя уничтожают, тебя размазывают. Но это же не в Америке. И вот сенаторы Круза Хоули говорят, давайте мы разберемся, давайте посмотрим, что же там произошло. Они ведь не говорили людям, переворачивайте столы. Напротив, они говорят, мы получили письма от избирателей, хотят знать, что произошло. И вот Байден, объединив конституционное и демократическое поведение сенаторов и их коллег с преступлениями Геббельса, он достиг пятой своей цели. Он демонизировал, как нацистов, избирателей этих официальных лиц, которые побуждали их действиям и, соответственно, фактически столкнул под автобус шокирующий высокий процент американцев, сомневающихся в результатах выборов. Понимаете? Когда Байден сравнивает с Геббельсом Круза и Хоули, которые задают вопросы по поводу того, насколько честными были эти выборы, он демонизирует, расчеловечивает не только Круза и Хоули, которые поступали абсолютно законно. Нет более законного способа для сенаторов, чем поднять вот эти вопросы в Конгрессе. Но он расчеловечивает и дегуманизирует всех тех американцев, которые выбрали Круза и Хоули, которые писали им письма, не только им, но и многим другим сенаторам и конгрессменам, писали им письма, говорили, мы не верим, мы хотим понять, что там произошло. И вот всех этих людей, всех этих людей, 52% американцев, не аффилированных с какой-нибудь политической партией, Байден сталкивает под автобус, говоря, что мы просто все как Геббельс. И, конечно, это заявление Байдена не было одиночным выстрелом. Он ведь выступил уже после того, как Твиттер, Фейсбук, Инстаграм закрыли Трампу доступ к своим платформам и начали зачистку, буквально зачистку, в худших традициях всех этих тоталитарных режимов, зачистку аккаунтов сторонников Трампа. А другие крупные субъекты частного сектора открыто призвали к обезличиванию советников и сторонников Трампа. Точно как в 1984-м, как у Оруэла, к обезличиванию всех сторонников. Не самого Трампа. Да, пусть Трамп там такой, он уже фашист, он все-все-все-все. Но советники, сторонники, дети его, родственники, просто люди, которые голосовали за него как за лидера республиканцев, как за американского президента. Вот, например, редактор Форбс Рэн Дау Лейн объявил, что уничтожит любой бизнес, я цитирую, который нанимает представителей Трампа, по его словам, этого редактора Форбса. Наймите любого из соратников Трампа и Форбс будет читать, что все, о чем говорит ваша компания и фирма ложь. Хотите убедиться в том, что крупнейшие деловые СМИ мира станут относиться к вам как потенциальные воронки дезинформации? Тогда попробуйте их нанять. Но тут все сразу вместе. Не только этот человек из Форбса считает, что Форбс является абсолютно истиной, а все остальные просто смотрят ему в рот. Но он еще угрожает тем, что он не говорит какие-нибудь там люди, которые призывали к насилию, или которые просто, если ты сторонник Трампа и тебя наняла компания, то мы эту компанию раздали. Это настоящие хунвейбины, не больше и не меньше. А проект Линкольна, лоббистская структура, которая управляется бывшими республиканцами, которые теперь служат или прислуживают демократам, демонизируя республиканцев, она объявила, что работает над внесением всех должностных лиц администрации Трампа в черный список. То есть если был какой-нибудь чиновник, который честно делал свою работу при администрации Трампа, то теперь он внесен в черный список, и он, и вся его семья, его дети, его родственники, они все будут в черном списке. Мы создаем базу, пишут этот проект Линкольна, базу данных официальных лиц и сотрудников Трампа, которая будет подробно описывать их роль в администрации Трампа и отслеживать, где они сейчас находятся. Понимаете, это чистый Советский Союз, это 37-й год, даже хуже. Они будут привлечены к ответственности, им не будет позволено притвориться, чтобы они не были причастны. Причастны к чему? К тому, что они честно делали свою работу, что они были честными чиновниками в администрации президента, выбранного тогда большинством общества, а сейчас по меньшей мере 75 или 72 миллиона американцев. Этот человек был выбран, если даже он не выиграл выборы, в чем мы с вами сомневаемся, 72 или 75 миллионов американцев за него проголосовали, и люди, которые работали в его администрации, они сейчас объявляются врагами народа. Deutsche Bank и Signature Bank объявили о закрытии счетов Трампа. Платежные системы, такие как PayPal, Shopify и Stripe подключили компанию Трампа и магазины товаров Трампа. Все эти действия являются продолжением, на самом деле, более ранних действий финансовых гигантов, таких как, например, BlackRock, Rock или Goldman Sachs, которые объявили в прошлом месяце о том, что потребуют от своих клиентов теперь внимание, вы хотите получить, какая-нибудь компания, вы хотите получить деньги у этих самых банковских финансовых гигантов, BlackRock или Goldman Sachs, вы обязаны по требованию этих самых банков нанимать в свое управление женщин и гомосексуалистов свои корпоративные советы. То есть неважно, ты говоришь, я хочу принять туда людей, профессионалов, я хочу выбрать профессионалов. Нет, никаких не профессионалов. Ты должен туда набрать женщин и гомосексуалистов, ну и представителей других сексуальных меньшинств так называемых. То есть неважно, будь человек специалистом, или он знатоком, или он вообще не понимает ничего. Это же точно-точно, как в Советском Союзе, если партийных людей продвигают, там как и все это работало. И вот здесь, но это не только это, а еще вы обязаны принимать утвержденные экологические политики, то есть, например, поддерживать этот безумный зеленый курс, раскрывать свои политические вклады. То есть ты должен признаться, если ты, не дай бог, дал Трампу денег, и мы об этом узнаем, мы тебя сотрем, и контакты по лоббированию, и членство торговых ассоциаций в качестве необходимого услуга для продолжения получения финансовых услуг. Понимаете? Теперь компания хочет взять деньги какие-то, суду какую-то, для того, чтобы расширять свой бизнес. Кроме того, что она должна набрать к себе в управленческий совет каких-нибудь одноногих негров-инвалидов, которые еще будут трансгендерами, или трансвеститами, или еще кем-то, потому что иначе им денег не дадут. Они еще должны громко кричать на всякие программы по экологическому разрушению, по психологическому, конечно, в кавычку, Америке, и ни в коем случае не давать денег, республиканцам. Все эти репрессивные заявления и действия послужили как стимулом, так и узакониванием скоординированных действий, предпринятых уже в прошлые выходные техническими олигархами Google, Apple и Amazon по уничтожению Parler, платформы для социальных сетей, основанной на свободе слова и запущенной два года назад. Как отметил профессор права Уильям Джекобсона, на своем веб-сайте Legal Insurrection, нет никаких доказательств, подтверждающих неявное заявление технических гагантов о том, что Parler каким-то образом несет ответственность за бунт на Капиталистском холме. То есть, что мы говорим? Мы с вами вообще считаем, что то, что было на Капиталистском холме, это был поджог Рейхстага, то есть другими словами провокации. Но допустим, допустим, там были сторонники Трампа, допустим, которые устроили беспорядки. Так вот, как бы за то, что Parler сетевая платформа их подстегивал, подстрекал, Parler уничтожен. Как уничтожен, сейчас я расскажу. Но вот приходит профессор права Уильям Джекобсона и говорит, подождите, а с чего вы взяли, что вообще Parler тут причастен? Ведь в самом деле, как показал этот профессор Джекобсон, организаторы насильственных событий использовали Facebook, а не Parler, чтобы мобилизовать своих сторонников. То есть, по большому счету, если вы даже говорите, что то, что произошло на Капиталистском холме, это было насилие злобных фашистующих сторонников Трампа, то организаторы это использовали в Facebook. Так надо Facebook наказать, а не Parler. Ну, кого это теперь касается, да? Причина, по которой Google, Apple и Amazon уничтожили Parler, просто уничтожили, физически уничтожили эту социальную сеть, в которой были, кстати, миллионы людей, заключалась не в том, что Parler что-то сделал не так. Они уничтожили Parler именно потому, что он все сделал правильно. В течение многих лет олигархи крупных технологий отвергали критику о том, что они действуют как монополии, настаивая на том, что каждый может создавать платформы и соревноваться с ними. Да, пожалуйста, в Facebook не монополии, есть еще десяток разных социальных сетей. И поскольку их точка зрения на цензуру консерваторов стала более агрессивной в последние годы и достигла каких-то зияющих высот, во время выборов 2020 года спрос на альтернативы продолжил расти, и Parler вовсе не был аффилирован с Трампом. Он вообще не был политическим инструментом. Это была просто платформа, защищающая свободу слова своих пользователей. То есть просто платформа, которая, в отличие от Facebook, не банила всех подряд какими-то безумными алгоритмами. И это была альтернатива. И вот она была разрушена. Теперь пользователи социальных сетей, которые хотели покинуть Twitter и Facebook, оказались лишены альтернативы. Иначе говоря, их принудили к тому, чтобы остаться в рамках все более репрессивных правил больших сетевых платформ. На самом деле, конечно, сейчас быстро-быстро как грибы после дождя развиваются новые альтернативные программы. Одной из них стал Telegram. Telegram заслуживает отдельных нескольких слов, кто не знает. Дело в том, что Telegram это вообще не американская система. Эта платформа придумана россиянином Павлом Дуровым. Молодой парень. Несколько лет назад Павел Дуров, россиянин, создавший этот самый Telegram, он был вынужден бежать в Европу. И он живет сейчас в Париже, если не ошибаюсь. Почему? Потому что российские власти решили этот Telegram подмять под себя. Ну, что это там, какая-то социальная платформа, которая им не подчиняется, им не подконтрольна. Речь шла о том, что ты должен дать все коды, я говорю очень простым языком, чтобы мы могли читать все, что там перешептывается, о чем говорят люди в твоей системе, в твоем Telegram. Но Дуров, он сказал, нет, с чего это? Я не хочу. Я создал платформу для людей. Я за то, чтобы там была свобода слова. Я не хочу, чтобы какие-то чиновники какого-то Роскомнадзора там ковырялись. Ему сказали, тогда мы тебя перекроем в России. Ну, тогда это, собственно, была система, которая, собственно, на Россию только и работала. Это был русскоязычный проект в рамках большой России, как бы большого российского постсоветского пространства. И они стали перекрывать его. И оказалось, что Дуров очень хорошо сконфицировал свою социальную сеть и разложил ее таким образом, что перекрытие было просто невозможно. И поборовшись с ним какое-то время, российские власти от него отстали. И вот теперь, по прошествии двух, мне кажется, лет, два года назад все это случилось, Телеграмм стал убежищем для десятков миллионов американцев. За последние, вот я смотрел эту статистику двое суток назад, за трое суток, после того, как парлер был уничтожен, 25 миллионов американцев пришло на Телеграмм. 25 миллионов американцев пришли в Телеграмм и сказали, здорово, это же система, которая позволяет нам общаться между собой, обмениваться мыслями. И никто нас здесь, как в Твиттере, не будет лезать, уничтожать и зажимать нам рот. И, конечно же, Телеграмм сейчас стал главным врагом Твиттера и Фейсбука и Амазона и Эппла. Они уже думают о том, как и его тоже, что они делают? Они изымают из телефонов из Эпла, Эпловских и Гугловских телефонов, изымают возможность как бы скачать это приложение. А с парлером они пошли еще дальше, они уничтожили как бы те серверы, они просто стерли на тех серверах, на которых находилась эта социальная сеть и вся ее информация. Они ее просто открыли и уничтожили. Но Телеграмм-то, он же закален в боях с российскими чиновниками. И он давно создал себе такую ситуацию, при которой его просто нельзя прихлопнуть. Он как частица элементарная. Ты его здесь ловишь, а он уже в другом месте локализуется. И теперь, конечно, вопрос о том, насколько хватит сил и задора у Дурова. Павел Дуров, молодой парень, который, в общем-то, возможно, и не думал, что ему предстоит противостоять не только российским чиновникам, но и всей мощи американских пиктеков, теперь он стал их главным врагом. И он, конечно, очень рад тому, что у него стало больше, по-моему, полмиллиарда пользователей на Телеграме сегодня. И 25 миллионов только за последние трое суток. И там постепенно открывают свои каналы разные известные люди, в том числе Натаньяо открыл там свой канал, потому что, да, это свободная территория, свободная площадка, на которой ты можешь говорить, и не бояться, что тебя кто-нибудь заткнет. Но, конечно, ему предстоит еще большой бой, и мы посмотрим, кто кого. Что может ли этот колобок, убежавший в свое время от Роскомнадзора, убежать и от Амазона, и от Гугла, и от их солидарной мощи. Но в любом случае чувство дурного предчувствия и страха сейчас охватывает миллионы американцев, и вообще консерваторов во всем мире. И если что-то не будет сделано теми, кто пока еще обладает силой, чтобы восстановить свободу, и сделаны при том достаточно быстро, увидеть счастливый конец этой истории нам будет очень трудно. А может быть уже Сергей и вовсе невозможно. Спасибо огромное. Давайте сделаем небольшой перерыв. Буквально несколько минут послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего открытый диалог. Телефон студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Алло, здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Алексей. Александр. Александр, сори. Благодаря многолетним стараниям Сороса, наших соцсетей, Китая, России, Ирана, к сожалению, у нас совершилась эта социалистическая ноябрьская революция. И теперь уже под знамена наших учителей, вождя товарища Обама стали не только спецслужбой, но и элитой республиканской партии. А вот не за горами выборы у вас в ноябре. Ликут тоже раскалывается начальствами вслед за Либерманом, хотя он не был в вашей партии, в смысле Ликуди, Саар и так далее, уходят и оставляют Натаниагу тоже, как нашего Трампа. Готов ли Израиль к такому варианту, как у нас происходит в Соединенных Штатах? Спасибо. Окей, спасибо. Постараюсь ответить. На самом деле Израиль в такой ситуации живет уже давно. То есть то, что случилось у вас сейчас, у нас это происходит по крайней мере с начала 90-х. Что было до того, я не знаю, поскольку в 90-м году приехал в Израиль. Поэтому в каком-то смысле мы уже привиты всем тем, с чем вы сталкивались. Другое дело, что, понимаете, мы жили тихонечко у себя, а когда это происходит в Америке, то это задевает всех и очень сильно. Поэтому, конечно, ваши события нас тревожат очень серьезно. Что касается нас, действительно, ситуация в Израиле очень тяжелая. По сути дела, то, что объединяет, на мой взгляд, Трампа и Натаньяо, при том, что они, в общем, очень разные люди по характеру своим, по способам достижения цели, по возможностям, очень разные люди. Но то, что их объединяет, они оба стали как бы защитниками общества от олигархии, от правящих кланов, от этих самого, того, что мы называем глубинным государством, дип-стрейтом. То есть и Трамп, и Натаньяо, они сказали, мы хотим, чтобы общество сохранило демократическую структуру, чтобы общество могло выбирать своих избранников и те руководили. А правящие вот эти кланы, олигархи, дип-стейт, они хотят, чтобы, чтобы там не напридумывали себе люди, избирая кого-то попало, чтобы они все равно продолжали править, и чтобы это их никак не задевало. И получается поэтому, что и Натаньяо, и Трамп противостоят вот этому самому дип-стейту, глубинному государству. Это тоже очень тяжелое, особенно сейчас, когда, конечно, у вас Трамп проиграл, и теперь ваши будут прилагать огромные усилия, чтобы Натаньяо тоже проиграл. И ситуация выглядит очень тяжелой. Почему? Потому что на протяжении последних многих лет, когда глубинное государство пыталось оттеснить Натаньяо, они использовали как бы левые партии. Но общество в Израиле после всего арабского террора настолько было чуждо левым идеям, что левые партии проигрывали раз за разом. Тогда глубинное государство вытащило и стало составлять списки безумных как бы центристов. То есть это были люди, которые как бы не говорили о левых идеях, они говорили как бы такое вот среднее, что такое мейнстримное. И они пытались обыграть Натаньяо, и у них тоже этого не получалось. И, наконец, они создали, в этот раз, у них как бы сформировали список Гидона Сара, перебежчика из партии Ликут, которого как бы нельзя назвать левым. Он декларативно очень правый. Он как вот из вашего проекта Линкольна, бывший республиканец, перешедший на сторону демократов. И вот Саар вместе с Элькиным они создали целый список. Такая одноразовая партия, партия-однодневка, которая уже не является левой, даже не является центристкой, она является откровенно правой. И задача глубинного государства с помощью этой правой партии разрушить действительно избирательный бейс Ликуда и сделать так, чтобы у Натаньяо не было возможности сформировать правительство. И, к сожалению, этому подыгрывает Беннет по глупости своей, который как бы никак не может определиться и думает, что вот он может заменить Ликуд и может стать таким главой правительства, а ему подпевают, как, знаете, на дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь, да, и сделай с ним что хочешь. И вот в этой ситуации сейчас действительно выглядит все так, что в марте Натаньяо не удастся выиграть эти выборы и сформировать правительство. И глубинное государство добьется своего, а не оттеснят, выкинут Натаньяо, который пойдет под суд, уже не защищенный иммунитетом премьер-министра, они его раздавят и размажут. А Израиль будет лишен того единственного лидера, который защищал общество от глубинного государства, от диктатуры глубинного государства, которое сейчас наступает у вас в Америке. Но Натаньяо очень серьезный боец, и он бьется даже тогда, когда многие считают, что уже все проиграли. И он сейчас, как бы, Натаньяо формирует свою, так сказать, будущую победу, возможную, через два направления. Одно направление — это борьба с китайским вирусом. Натаньяо сумел достать огромное количество вакцины. И мы надеемся, что к марту, то есть накануне выборов, или почти накануне выборов, практически все население Израиля будет вакцинировано. И это позволит полностью открыть всю экономику страны, прекратить все карантины. И вот это окажется, что Израиль фактически единственная страна, которая выходит из серии карантинов, волн карантинов и вот этого саморазвала экономики. И это уже сейчас, то есть уже сейчас в Израиле из 9, почти 10 миллионов населения 2 миллиона вакцинированных. В первую очередь речь идет о пожилых людях, о людях группы риска. И это начинает сказываться, и мы видим в вопросах, что опросы вновь дают Ликуду достаточно голосов. Если раньше, еще несколько дней назад, у Ликуда и его союзников не набиралось 61 мандата, сейчас уже 60, было 58, теперь уже 60. То есть, с одной стороны, поддержка общества, которая видит, что Натаниал действительно сделал личным проектом спасения страны от коронавируса, с другой стороны, Натаниал пошел на совершенно невероятный шаг, ну то есть, только мастер-политик такого уровня мог вообще придумать, додуматься до такого. Он, по сути дела, все сводится к тому, что если Израиль заключает договора с арабскими странами, то что мешает, наконец, договориться и с арабами, живущими внутри Израиля, выделить среди них тех, которые готовы быть честными гражданами этого общества, почему мы отдаем их всегда на откуп вот этим самым антисианистской группе, объединенный арабский список, партия, которая открыто выступает против государства Израиля и открыто голосовала против всех четырех мирных договоров Израиля с арабскими странами. То есть, это партия, которая не действует в интересах арабского общества Израиля. Натаниал стал это объяснять арабскому обществу. Он был вчера в Назарете, городе, где живет крупнейшая арабская община города, самый большой арабский город в стране. Он беседовал с мэром этого города и, в общем-то, его действия сейчас направлены на то, чтобы сказать арабам, голосуйте за Ликут. Ликут — сионистская партия, но в том же мере она ваша партия. Если вы не против сионизма, если вы не против еврейского государства и хотите быть легитимными гражданами, то вам ничего не мешает быть частью нас, участвовать в нашем развитии нашего государства и становлении того, что в нашем государстве будет становиться богаче и лучше. И на самом деле есть очень немало арабов, которые готовы пойти за это. И может статься, что недостающий мандат или, может быть, даже полтора мандата Израиль и Ликут получат от арабского общества Израиля. Посмотрим. Спасибо. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня есть такой вопрос. У вас есть такой политик Цвей Хаузер. Он 25 лет, как он рассказывает, работал вместе с Натаньягу, а сейчас он страшная позиция к нему. Он уже поменял несколько партий. Вы не можете рассказать немножко о нем? Ну, я вот только что об этом рассказывал, но расскажу еще снова. Вместе с Царем и с Элькиным действительно создано глубинное государство в борьбе с Натаньягу создало как бы правый список, состоящий из людей, которые действительно известны своим правым нарративом, правой повесткой дня. Одним из них является вот этот самый Цвей Хаузер. Другое дело, что сегодня из-за того, что как бы нормальные и умные, честные люди понимают, что расклад идет не на правых и левых в Израиле, с традиционным израильским пониманием. Эти за Иудею Самарии это против Иудеи Самарии. Эти за экономику свободную, эти против свободной экономики за социализм. Нет. Расклад сейчас очень простой. Вот Натаньяу, который является как бы защитником общества и человеком, который хочет, чтобы общество избирало своих избранников и чтобы они руководились страной. И вот есть кланы глубинного государства, которые хотят сохранить свою власть любой ценой. Так вот люди, пусть даже очень правые как бы на словах, которые сегодня выходят против Натаньяу, это люди, которые не их правизна или левизна играют роль, а играют роль то, что они стали марионетками и лампистами глубинного государства, дипстейта. И это то, что их сегодня характеризует, в том числе и Цвихаузера. Поэтому, да, Цвихаузер был известен своими правами заявления, но сегодня люди, которые действительно пекутся о будущем Израиля, которые действительно видят себя правыми, а не за Натаньяу. Те же, кто выходят против него, они не только против Натаньяу конкретно, они против того, чтобы общество было демократическим, чтобы общество могло выбирать своих избранников. Они служат тем, кто хотят сохранить власть в глубинном государстве. И одним из них стал Цвихаузер. Давайте мы, наверное, сейчас поговорим о новых назначениях Байдена. Да, вы понимаете, это все тоже, это продолжение всего того же разговора в интервью New York Times в прошлом месяце. Джо Байден уже подтвердил свое намерение вернуться к ядерной сделке, которая была подписана в 2015 году. Израиль, конечно же, выступает против этого плана, поскольку сделка 2015 года, по сути дела, гарантирует получение Ираном ядерного оружия. И в средствах массовой информации мы видим, как описывается, как Израиль собирается бороться с этим. Например, правительство Израиля намерено использовать документы из ядерного архива Ирана, которые агенты МОСАДА изъяли в 2018 году, пытаясь убедить Байдена и его советников, что сделка 2015 года была основана на ложном предположении, будто бы ядерная программа Ирана носит с чем-то мирный характер. И, конечно, хотя архив это все неопровержимо доказывает, и доказывает, что целью накопления ядерного арсенала Ирана всегда была не защита от врагов, а стремление уничтожить и не получение медицинских изотопов, а создание ядерных бомб. Все это, конечно, не будет иметь никакого смысла, потому что и пять лет назад прекрасно администрация Обама знала, чего добиваются иранцы. Но она все равно шла вперед, плюя на все предостережения и демонизируя израильских лидеров и тех американцев, которые выступали против этой сделки. И вот теперь те самые люди, которые отвергали доказательства Израиля тогда, они теперь возглавляют команду национальной безопасности Байдена. Вот, например, Байден объявил, что назначает Уильяма Бернса директором ЦРУ. И это последовало за решением Байдена назначить Чека Селивана своим советником по национальной безопасности. В свое время Обама уполномочил именно Бернса и Селивана вести секретные ядерные переговоры с Ираном за спиной у союзников США, у Израиля, у Слабоста Аравии и Объединенных Арабских Эмират. И это все, мы помним, к чему это привело. Это привело к сделке, которая обеспечивала Ирану к 2025 году ядерное оружие и позволяла ему обогащать Уран и наделила Иран правом решать, на какие ядерные объекты инспектора ООН могут заходить на Кикини и вдобавок еще выдала Ирану 150 миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда долларов наличных. Теперь Байден назначил Венди Шерман, которая занимала должность главного переговорщика по открытым ядерным переговорам с Ираном на должность заместителя госсекретаря. И вот эта команда, она действительно очень логична с точки зрения Байдена, потому что Бернс, например, он на протяжении долгого времени является поклонником Байден сам и очень плохо относится к Израилю. И в годы администрации Джорджа Буша Бернс был именно тем помощником госсекретаря, который занимался ближневосточными делами. И именно он пытался предотвратить, например, разработку Израилем системы противоракетной обороны ОРОУ, понимаете? То есть Бернс, который теперь будет одним из главных людей, отвечающих за безопасность в США, это был тот человек, который в свое время пытался зарубить программу ОРОУ. Та программа защиты противоракетной обороны, которую сегодня Америка, который разработал Израиль, который использует Америка тоже. И, конечно, то, что касается палестинских арабов, потому что когда в 2000 году палестинские арабы инициировали массированный террор против Израиля, и это продолжалось после того, как израильтяне сказали, окей, давайте в Кэмп Дэвиде, в Сэмп Дэвиде, Израиль был готов пойти на колоссальные уступки, Барак тогда, наш Барак. Ихуд Барак был готов пойти на колоссальные уступки, и Арафат сказал, нет, 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 пока вообще существует возможность Израиля существовать, мы его не признаем, и поэтому мы не хотим никакой Израиль, Израиль должен быть разрушен. И Арафат развязал войну, и все равно Бернс сыграл тогда очень важную роль в том, чтобы убедить Буша-младшего стать первым президентом США, который поддержал государственность палестинских арабов. И не только Бернс и Селиван и вот эта самая Шерман, есть еще Саманта Пауэр, та самая Саманта Пауэр, которая была главой ООН при Обаме, от Америки, представляла Америку при Обаме, именно Пауэр разработала ту самую ужасную резолюцию в 2334 декабре 2016 года. Обама уже уходил и с последних сил как бы он сделал колоссальную пакость Израилю, объявив, по сути дела, все еврейские общины в Иудее и Сомали, включая Большой Иерусалим, в обиющем нарушении международного права. По сути дела, обвинил Израиль в военных преступлениях в том, что люди, евреи живут в Иудее и Сомали. Так вот, это все организовала тогда Саманта Пауэр. И теперь Саманта Пауэр будет отвечать за... Она станет главой агентства США по международному развитию USA, да? То есть будет раздавать колоссальные деньги американских налогоплательщиков всяким организациям, которые поддерживают террор палестинских арабов, содействуют террору Хамаса в Газии и так далее. Теперь Дэн Шапира, еще один человек, который был в команде Обамы, теперь он будет наблюдателем за соглашениями Авраама. И судя по всему, Дэн Шапира будет тем человеком, который постарается убедить арабов снова вернуть так называемое палестинское вето. То есть, что сделал Трамп? Трамп сказал, пусть Израиль и арабы договариваются между собой, и палестинские арабы там не стоят между ними. То есть, позиция Обамы была такая. Сначала Израиль должен удовлетворить все требования бандитской администрации палестинских арабов и только тогда уже заключать мир с арабами. Трамп все это перевернул, сказал, пусть заключают мир, а потом уже с арабами палестинскими договорятся. Сейчас Дэн Шапир, оставленник Байдена, будет пытаться снова всунуть это самое вето палестинских арабов, то есть, чтобы без разрешения Обамазана Израиль не мог заключать никакие договора о нормализации с арабскими странами. И, конечно, в ожидании вот этого восстановления политики Обамы по отношению к Израилю и палестинским арабам уже во вторник министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании призвали Байдена и его команду возглавить переговоры между Израилем на базе решения о двух государствах, то есть, потребовали от Израиля отступить к линиям перемирия 49-го года. А левая политическая группировка Джейн Стрит призвала Байдена официально отказаться от мирного плана администрации Трампа вообще, и, наконец, усилия вот этих всесторонников Байдена по подавлению всех достижений уходящей администрации Трампа, они распространяются не только на мирные договора Израиля, не только на ту политическую как бы силу, которую Израиль приобрел за эти годы, но и на борьбу с антисемитизмом. Вы поймите, эти все организации, в том числе как бы еврейские левые организации, прогрессисты, они сейчас добиваются того, чтобы Байден не боролся с антисемитами, не защищал евреев от антисемитов. Как? Я вам объясню, как. Дело в том, что еще в 16-м году было принято определение антисемитизма, приняло его Международный Альянс памяти о катастрофе. И администрация Трампа и ключевые правительства Европы вслед за ним сделали это определение основой для уголовного преследования антисемитов. То есть вот есть определение антисемитизма. Вот это является антисемитизмом? Это не является. Если что-то, что делает какой-то антисемит, попадает под это определение, то администрация Трампа сказала, есть кейс для того, чтобы вы уголовное преследование, вы нарушаете законы, и мы вас будем преследовать за антисемитизм. Теперь определение антисемитизма, которое было разработано Международным Альянсом памяти о катастрофе, оно в числе прочего приводит примеры того, что является антисемитизмом. Мы об этом уже с вами говорили. Так вот, является антисемитизмом, например, когда вы говорите, что у еврейского народа нет права на существование государства собственного. То есть, когда вы говорите, что существование государства Израиля является расизмом и попыткой расизма, и у евреев нет права на собственное государство, то это антисемитизм по определению, и за это администрация Трампа привлекала к уголовной ответственности. Вот теперь целый ряд организаций, как бы прогрессистских, типа еврейских, они требуют от Байдена, чтобы он это определение пересмотрел, отказался от него, потому что они же все, все эти джей-стриты и все эти фонды нового Израиля, Труа и прочие, прочие, все эти прогрессивные Израиля, реконстрактинг и иудаизм, они же все отрицают право Израиля на то, что Израиль может быть еврейским государством. Он говорит, нет такого права у евреев, незачем Израилю быть еврейским государством. Пусть будет государством для всех, кто там живет, вот для арабов, вот для тех, кто туда приехал еще из разных стран. Никакого еврейского государства. Нет у евреев права на собственное государство, говорят они. И это на самом деле антисемитизм чистой воды. И они теперь добиваются того, чтобы у евреев этого права не было. Сергей, у нас есть еще минута или у нас уже кончилось все время? Нет, у нас еще есть минутки 3-4. Дело в том, что отдел гражданских прав Министерства юстиции США – это государственный орган, который ответственен за борьбу с антисемитизмом. На этой неделе Байден назначил главой этой структуры такую афроамериканку Кристин Кларк. Теперь, после ее назначения, Такер Карлсон из Fox News рассказал о том, что Кларк в прошлом пропагандировала расовый фанатизм и ненависть к евреям. Это человек, который сейчас будет бороться официально с антисемитизмом в Америке. Что рассказал Карлсон из Fox News? О том, что будучи главой ассоциации изучения чернокожих в Гарварде в 1994 году, Кларк опубликовала письмо Харвард Кримсон, в котором утверждала, что черные биологически превосходят белых. Понятно? Черные биологически превосходят белых. Это называется расизм. Так вот, человек, который это все пропагандировал, она теперь будет возглавлять борьбу с антисемитизмом. Окей, но это еще не все. А потом Кларк пригласил в Гарвард выступить откровенного теоретика антисемитского заговора. Это к его профессора Тони Мартино, который опубликовал целый инфолиант, называется «Еврейский натиск», в котором он излагает теорию заговора о том, что евреи наступают на чернокожих, что евреи как бы отбирают все ресурсы у негр. И вот этот свой грязный антисемитизм, он все рассказывал студентам Гарварда по приглашению этой самой Кларк. И когда Кларк критиковали за то, что он пригласил такого монстра в университетский городок Гарварда, Кларк заявил о том, что профессор Мартин, я цитирую, «умный и хорошо осведомленный черный интеллектуал, который основывает свою информацию на неоспоримых фактах». То есть понимаете, то, что евреи отбирают у негров в Америке все ресурсы — это неоспоримые факты. И вот теперь этот человек, эта женщина Кларк, она будет возглавлять в Америке борьбу с антисемитизмом. Понимаете, да? Доверили коту сметану, доверили волку ягнят пасти. К чему мы приходим? К тому, что в свое время, в годы правления Обамы, Израилю, в первую очередь, конечно, благодаря Натаниалу, удалось устоять против этого жесточайшего давления и враждебности. Просто выстоять. И вопрос теперь, сумеет ли Израиль устоять сейчас. Сегодня все это будет намного сложнее, потому что тогда, при Обаме, в самой демократической партии было немало друзей Израиля. Было немало людей, которые говорили, ну, нельзя так. Да, мы за все хорошее, против всего плохого, но мы не хотим, чтобы Израиль погиб. И мы верим в то, что евреи имеют право на собственное государство. А сегодня в демократической партии таких людей просто не осталось. Те, кто были, их вышибли на последних выборах внутри партийных демократических. Вместо них пришли откровенные ненавистники Израиля, вроде Рашид Лаев или Хан Умар или Аказии Кортес. И сегодня в демократической партии нету больше людей, которые могли бы защитить Израиль. И республиканцы наглухо заняты обороной, потому что напротив них сейчас спустили всех собак. Они пытаются отразить обрушившуюся на них охоту на ведьм, и им просто не до того. И поэтому вопрос о том, насколько Израиль сумеет устоять против этого, это вопрос очень серьезный и очень открытый. В условиях того, что все СМИ и все вот эти вот биг-теки, мы видим, как они просто сконцентрированно бьют против консервативных позиций, против Израиля. Демонизируют Израиль и его сторонников, демонизируют Трампа и его сторонников. Израиль, конечно, стал намного сильнее при Трампе. И теперь потребуется, видимо, вся сила, которую накопил Израиль за эти четыре года, и все умения Натаньяла, дай Бог, чтобы он сумел все-таки победить и остаться премьер-министром страны, чтобы выставить ближайшие четыре года и не сломаться под ударом вот этого мощнейшего антисемитского лобби, которое приходит за Байденом в белый день. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи в следующий раз. Пока нас все не закрыли. Да.